Привет, с вами Хэвис. В этом видео я хочу рассказать вам, как же вам заработать 1 миллион кредитов в Warface почти что бесплатно. Просто потратить свое время на это. В этом ничего сложного, покажу это все на примере своего европейского аккаунта на европейском Warface, но на русском в принципе вы можете сделать все то же самое. Никаких отличий между ними почти что нет, потому что MyCom это дочерняя компания Mail.ru, а Mail.ru это собственно и есть Warface. Итак, приступим, заходим в свой аккаунт Warface, логинимся и заходим в сервисы. То есть у меня все на английском, у вас же будет все на русском. Заходим в сервисы и видим, что у вас есть большой инвентарь. Если у вас же ничего нет, значит вы еще ничего не покупали. В таком случае покупаете хотя бы одно из DLC, то есть дополнение, и начинаете выполнять задания. За эти задания вы получаете собственно награды навсегда, в основном, ну в разных авентах разных награды. Заходите в магазин, видите, что здесь продается разное оружие за разные цены. То есть цена от 90 кредитов до 498, то есть разные цены на разное оружие. Так, спускаемся в самый низ, то есть где самые новые призы, как бы видим, что вот DLC, которая сейчас идет, Персерк, оно продается под низким ценом. То есть вот скины на оружие по 50 кредитов, по 40 кредитов. Это на европейском Warface, на русском в принципе все то же самое. Как бы разницы почти что между ними нету, просто на русском вставили ограничения, не такое как на Европе. Как же нам заработать кредиты, спросите вы. Все очень просто. Берете, если у вас есть какой-нибудь запас кредитов, то вы скупаете просто вот эти шмотки. Вот которые сейчас вот, когда уже заканчивают LLC, их становится самое большее количество. То есть, и поэтому цена на них падает. Когда на них падает цена, вы покупаете по низкой цене. Ждет месяц, два, три, и после этого вы уже продаете по более-менее нормальным кредитам. То есть, в два, в три раза, в четыре раза даже больше. На этом вы зарабатываете кредиты. Также есть другой способ, как зарабатывать на этом кредиты. Вы просто выполняете все задания, получаете эти шмотки, но не продаете их сразу. То есть, вы ждете определенное время, чтобы ваши вещи, так сказать, они набрали свою цену. То есть, они стали немного редкими. То есть, люди, которые пришли в игру, и у них еще ничего этого всего нету, они зашли на другую площадку и, собственно, купили у вас эту вещь. Ну, или просто которые не успели выполнить задания и получить эти снаряжения. Также, давайте я покажу вам на примере себя, как я зарабатываю кредиты на другой площадке, не вкладывая своих денег. То есть, мы заходим на мои продажи, вот, в History. То есть, история продаж. Как вы видим, я продал в мои кейсы Kiwi, которые я выкладывал по 40 кредитов, они сейчас продаются. Также я продавал вот скины по 400 кредитов. Когда-то, где-то примерно год назад, я вот эти скины покупал. Я их покупал по 100 кредитов, продаю по 420. Ну, то есть, по 105 кредитов я их купал. Все. Сейчас я их продаю. Также, вот, как бы, я скинчики много разных кейсов, которые мне просто падали за игру. То есть, я купил ивент, я играл, и я также продавал. Солды это продано. Также, как видите, я с САС-штормовика по 900 кредитов продавал. УЗИПРО по 200, СИНДИКАТ по 1300. То есть, вот, это все мои продажи. У меня на аккаунте товара на 1 миллион кредитов. Даже, где-то, если я подожду еще годик-полтора, примерно, то я смогу выручить за этот весь товар, ну, где-то миллиона 3, если не больше. Как я до этого всего дошел, сейчас я вам расскажу. Когда я зашел на торговую площадку, я увидел, что скины САС, вот эти вот скины, которые сейчас продавали, они продавались по 105 кредитов в каждый скин. То есть, их была куча, их было примерно 400 штук, и каждый из них висел под 100 кредитов. На то время я уже собрал несколько сборных оружий и продал их. Собственно, у меня были кредиты. У меня было много кредитов, и я решил вложиться в торговую площадку. Я закупил скины САС. То есть, я закупил их на все классы, на Штурмовика больше всего, потому что Штурмовик это, во-первых, самый популярный класс в игре, ну, такой, по скинам. И, то есть, у меня на данный момент осталось на складе еще, вот. То есть, у меня на продаже сейчас 100 штук лежит, и еще 200 САСов у меня, получается, лежит на складе. Это только на Штурмовика. Другие классы я закупался чуть поменьше, то есть, у меня есть на Снайпера 73 скина, 60 на Инженера, и на Штурмовика примерно у меня 300 скинов. Если я продам все скины САС хотя бы по 1500 кредитов, ну, потому что на торговой площадке их осталось уже мало, там больше 140 штук, и из них примерно 102-103 скина моих САСов. То есть, соответственно, через 40 скинов уже все мои останутся только. Только я единственным стану поставщиком САСов, то есть, люди все равно их покупают. Цена на САСов примерно 4 месяца назад была всего 400 кредитов. Сейчас же она больше выросла в 2 раза, то есть, она сейчас стоит 800 кредитов. То есть, скины потихоньку-потихоньку, но они заканчиваются. И когда дойдет очередь до моих скинов, то есть, я их выложу по определенной цене, по 1500 кредитов. То есть, если я продам только САС штурмовика, у меня примерно получится продать товары на 450 тысяч кредитов. Это только если я продам штурмовика. Не будем забывать, что у меня еще есть Медик, у меня есть Инженер, у меня есть Снайпер, и также у меня на складе еще есть куча разного оружия, куча разных скинов навсегда, куча всего, которые, вещи, которые я тоже могу продать. Также вот эти ботинки Атлас, которые довольно-таки редкие, киви шлема, Атлас Медик, то есть, Атлас другие скины, скины Фортуна, скины Кепарды вот эти, скины Киви, Киви перчаток 13 штук у меня еще на складе. Также у меня есть жилеты, как бы разные софт Грей, скины на это, Абсолютовские жилеты, Абсолютовские, причем уже довольно-таки редкие. Также у меня на складе есть 12 штурмовиков Абсолютной власти. То есть, эти 12 скинов я также смогу продать, как минимум, по... по 3 тысячи кредитов, потому что их не добавляют в Warface. Ну, то есть, проходят, да, и бывают эвенты, когда добавляют их на распродажи, но не довольно... не так уж и часто это делают, поэтому спокойненько смогу и все продать. Покупайте вещи, скупайте, скупайте разные оружия, скины, которые через какое-то время, они становятся очень редкими, и вы сможете заработать на них довольно-таки большое количество кредитов. Если же у вас нет кредитов, то есть, чтобы вложиться в это дело, просто, просто берите и выполняйте задания. За эти задания вы сможете получить разные оружия навсегда, сроком навсегда, вот, и сможете их продать на торговой площадке. На этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, также не забывайте о колокольчике, чтобы не пропускать мои новые видео, и зарабатывайте, зарабатывайте на мейле, зарабатывайте кредиты, не вкладывая сильно большую сумму. Я же на этом с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok